Однажды наступает момент, когда нужно начать практиковать то, что мы любим друг другу цитировать. Сергей Москалев. Меня зовут Екатерина Землянова. Это проект Живые Души, где мы ищем гармонию с собой, другими и миром в целом. Тема сегодняшней встречи – желание жить. Что разжигает наше желание жить, а что гасит? Обсудим сегодня с Анной Кузнецовой, гештальтерапевтом, супервизором и ассистентом тренера Московского института гештальта и психодрамы. Здравствуйте, Анна. Здравствуйте, Катя. Тема такая сегодня для меня очень важная, потому что у нас концепция такая – живые души. И мы во всех эфирах так или иначе тему вот это вот желание жить, ощущение жизни, мы ее затрагиваем. Но затрагиваем косвенно. И сегодня, наконец-то, настал тот день, когда мы вот прямо-прямо про это поговорим, про желание жить. Потому что есть такая гипотеза, одна из гипотез, что вообще все, что мы в жизни делаем – рожаем детей, забираемся на Эверест, выходим замуж, являемся ради этого чувства, почувствовать себя живым. Хочется у вас спросить, вот эта тема – желание жить вообще. Что это такое желание жить? Как вы это формулируете для себя и для клиентов? Ну, она точно формулируется в связи с работой с клиентами. И мы разными способами вместе с ними ищем каждый раз для каждого клиента это свой ответ. Но если обобщить весь этот большой-большой опыт исследований, что для каждого отдельного человека желание жить, можно сказать, желание жить – это такое ощущение большого интереса к тому, что происходит вокруг. И вот этот интерес, он точно растет изнутри. Растет живостью, какими-то вопросами, растет какими-то желаниями. И это точно то, что связывает человека изнутри с миром. И вот это желание жить – это связаться, желание связаться с миром, желание что-то рассказать миру, Желание получить что-то от мира. И вот этот обмен, мне кажется, он и есть желание жить. У меня есть вопрос к миру, я пошел его задавать. Или, например, я так переполнен любовью, что от этой любви может появиться новый человек. И тогда все это говорит о том, что у тебя есть что-то внутри. Что точно невозможно оставить. А хочется показать, узнать, связаться. И вот этот обмен, мне кажется, и есть желание жить. А вот полнота жизни, это что-то про это же или это немножко другое? Полнота жизни? Вот, наверное, полнота жизни будет связана с тем, достаточно ли тебе, ну вот, того, что ты получаешь от мира. И насколько ты честен и искренен с собой, когда ты эти вопросы порождаешь, да, или связываешься тем, чем связываешься. И получается, что вот полнота жизни, она появляется там, где у тебя есть какие-то вопросы, да, у тебя есть чего миру дать. И ты со всем этим к миру идешь, и от мира получаешь ответ, да, что в одном случае мир говорит, ну нет, что-то как-то не очень твоя идея, да. Или в другом случае он говорит, о, как классно ты придумал, здорово, что ты есть, давай нам этого сюда надо, да. Ну и вот в каждом из этих случаев мы испытываем, ну, или радость, или огорчаемся. Ну и для полноты недостаточно только радоваться, получать удовлетворение. Полнота, она появляется и там, где мы получаем, там, где мы огорчаемся, и огорчаться очень важно. Ну потому что огорчаться, это значит признать, что что-то не совпадает, что-то не сходится с тем, чего ты приносишь, да, в этот мир. По обстоятельствам не в то место принес, да, не тем людям принес, не в то время принес. Да, и вот огорчиться, это значит заметить, что не туда признать это, но и тогда для себя вот внутри обнаружить, а насколько мне это ценно, насколько я хочу. Дальше это все-таки с людьми проверять, обсуждать, искать то место, искать тех людей, найти то время, которое подходит для моей идеи. И вот огорчаться нужно именно для этого. Очень откликается, я для себя это объясняю, строчка из стихотворения, там есть такая фраза, счастье – это не когда все хорошо, счастье – это когда все. Тоже как-то про это. Всего, все должно быть, я согласна, потому что вот желание жить, оставаться живым, это значит, что у тебя случается такая внутренняя саморегуляция. Мы, гештальтисты, любим о ней говорить, об этой самой саморегуляции, потому что мы с клиентами постоянно ее налаживаем, постоянно ищем, где сбой этой саморегуляции, постоянно ее восстанавливаем. И вот саморегуляция нужна нам для того, чтобы, как это сказать-то, вот в мире много ужасного и много прекрасного. В мире есть и то, и другое. И нам нужна саморегуляция для того, чтобы встретиться с ужасным, пережить это, отрегулироваться и быть способным, несмотря на ужасное, видеть прекрасное в этом мире. И вот здесь, мне кажется, возникает и полнота жизни, потому что ты в этом мире видишь все. Ты способен выдержать ужасное, ты способен выдержать огорчение и остаться живым, искренним, открытым к тому, чтобы встретиться с красотой, увидеть широту души человека и то, что люди способны на прекрасное. А как вы к этой теме пришли? То есть, может, какая-то история есть? Или что-то? Почему вот именно это? У каждого специалиста есть свой какой-то фокус внимания. Как у вас именно эта тема появилась? Знаете, Кать, если подумать, да, я так размышляла об этом. Мы же 6 лет проводим конференцию нашу. И вот все предыдущие конференции я делала мастер-классы и исследовала тему счастья. Что такое быть счастливым и как жить счастливым. Мне кажется, оно перекликается. Счастливый человек точно хочет жить, точно ему нравится жить, он точно испытывает полноту ощущений и переживаний. И вот я со всех сторон смотрела на эту тему и исследовала ее там разные кусочки. Я исследовала точно, что такое саморегуляция и как она нам помогает. Я исследовала, как быть счастливым и смотрела на Славу Полунина, на замечательный академик Академии дураков. Да, я думаю, что успех нам обеспечен был бы. И вот когда Слава рассказывает о своем рецепте счастья, он говорит о том, что такие простые какие-то вещи, формулы, я не все назову, но он называл такое, что делай то, от чего у тебя дзынькает внутри. Бросай все, что не ведет тебя к счастью, и делай только то, что дзынькает. Делай это с теми, с кем хочешь обняться. Ой, это же красиво. Да. И еще одно правило, сейчас не могу вспомнить, но вот эти два, они даже говорят о том рецепте, который можно добывать себе и как искать, куда идти, где тебе хорошо, где работа твоей мечты, твое призвание, какими угодно словами этому нужно называть. Как найти то место, где ты будешь получать радость и признание от того, что делаешь. И вот этот славен взгляд меня впечатлил. Потом я задумалась над тем, как сделать, как остаться человеком в разных условиях. И здесь возникла такая идея, что для того, чтобы остаться человеком, важно оставлять себе свободу и право выбора в каждой секунде, в каждом мгновении твоей жизни. Здорово. Об этом рассказывает Дмитрий Алексеевич Леонтьев. И вот когда он говорил в своей лекции об этом, она меня тоже вдохновила, впечатлила, и мне захотелось рассказать об этом на конференции. И мы говорили о том, что у нас внутри, благодаря Илье Пригожину, есть точка бифуркации. Точка перехода. Да. Если она есть у химических элементов, и у химической реакции есть право течь тем или иным путем, то у нас точно она есть. И вот все эти поиски, размышления, они вот в конце концов в этом году свелись к тому, что мы постоянно ищем такую опору для себя, на что мне опереться. И вот в этом году я обнаруживаю эту опору в желании жить, в том, чтобы остаться горящим изнутри. Вот эта метафора, которую я использовала в мастер-классе, она как раз о том, чтобы чувствовать, как ты чем-то освещен изнутри, чем-то сияешь. У тебя есть что-то такое, чем ты можешь делиться с другими людьми. Мне кажется, вот какая-то такая связка, если понаблюдать за тем, как это все происходило. мне кажется, что вообще даже в человечестве есть какой-то баг. Вот мне нравится у Дубинина, часто цитируют такую фразу, что человечество влюблено в печаль. Столько много силы и красоты вот в этом желании жить, в отдавании, в внутреннем свете. Но такое чувство, что в среднем по больнице человечество реально влюблено в печаль, и смотрит куда-то в другое место. Хочется поговорить про то, что же гасит это желание жить из ваших наблюдений, с точки зрения Рештальта, с точки зрения собственной, что не содействует этому желанию жить, что притушает, тушит, гасит, заставляет замирать. Мне кажется, это связано с таким процессом культурологическим каким-то и воспитательным. Да, потому что ну вот та спонтанность, которая есть у нас от рождения, и пока мы не слишком социализированы, она такая свободная, она не слишком ориентирована на людей, да, ребенок маленький, ну, вряд ли там сильно спрашивает разрешение на какое-то свое проявление, да, орет и орет, если хочется орать, вот, песни поет, стихи читает или там наоборот рисует или капризничает, ну, и вот этот момент, когда спонтанность нужно как-то отрегулировать, ну, потому что это правда важный момент, чтобы маленький человек учился входить в общество и был им принят, есть же нормы, правила, которые придуманы для того, чтобы нам жилось хорошо, да, может быть, не все, но во всяком случае какая-то часть из них точно для этого, и вот когда мы спонтанность маленького человека начинаем шлифовать, вот этот процесс шлифовки, он так или иначе оставляет ну, такие, как это сказать, незавершенные гештальты, как мы говорим, да, оставляет ситуации, в которых человек остался с чем-то недосказанным, недоделанным, недоведенным до логического конца, до ощущения, что все, что можно, сделано, и вот эти незакрытые гештальты, вместе с ними непрожитые чувства, невысказанные слова, несделанные действия, да, они тяготят, они ну, так отжирают, да, вот другого слова не подберешь, много сил на то, чтобы по-прежнему их удерживать, да, или там помнить о них, да, потому что как бы мы знаем, что зейгарник нам открыло это чудо, да, что ничто так не запоминается, как незавершенное действие, это особенность памяти, которую никак нельзя исправить и обойти, согласно, и вот все это, вся эта незавершенность, она отнимает много энергии на то, чтобы помнить, сдерживать и каким-то образом так пытаться внутри себя завершить, но ошибка как раз в том, что внутри себя, да, все, что возникает у тебя внутри, в связи с какими-то событиями, обстоятельствами, оно нужно для того, чтобы связаться с миром по этому поводу, да, и вот тогда эта энергия жизни, это желание жить, оно, ну, так, знаете, как если бы вот у нас здесь стоял какой-нибудь дуршлаг, да, вот, и так вот, вот эти вот незавершенные гештальты, как дырочки, да, как дырочки, и вот эта энергия жизни, она утекает, 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 и чего мы делаем с клиентами, мы смотрим каждую дырочку и там конопатим ее для того, чтобы эта емкость, где собирается, аккумулируется желание жить, она не протекала, как-то так, и еще, что может содействовать тому, что глушится наше желание? Ну, наше постоянное желание сравнивать себя с другими людьми, мы же постоянно ориентированы на то, что а Петя по математике пятерку принес, а ты четверку, да, или там еще какие-то вот эти вечные сравнения, вечное желание посмотреть вокруг и найти обязательно того, кто делает лучше тебя и по этому поводу опечалиться. Это все твое дело. Да. и секрет-то здесь в том, что ну, сравнивать себя может быть само по себе ничего плохого и не несет, но правда можно оглядеться вокруг, найти человека, который там, не знаю, что-то лучше тебя знает, и тебе захотел, увидел, вдохновился и говоришь, о, как классно, я тоже хочу. да, но мы же чего делаем? Знает больше меня. Конечно. Все, я же тогда начинаю себя же и закапывать, а вместо того, чтобы, как он, ты в это время, не знаю, лежишь там, или там, не знаю, не то делаешь, вот этот вот весь процесс, он в том числе опять же отжирает эту энергию жизни, да, говорю отжирает и представляю себе такого, знаете, монстра какого-то, который все время вот это вот чего-то у тебя отжирает. Ну, и третий в эту сторону факт или обстоятельство, которое забирает энергию жизни и желание жить, это то, что мы не умеем сами о себе заботиться. О. Да. Мы это делаем каким угодно образом, только не с интересом и уважением к себе. у нас часто так случается, что вот люди теряют этот интерес к себе самому в процессе, опять же, взросления, воспитания, да, потому что хвалить должны другие люди, потому что там, я не знаю, счастливыми нас делать тоже кто-то. Да, тоже кто-то обязательно. Муж, родители, дети, призвание должно сделать еще у нас. это вообще ловушка, Вот, особенно искать призвание, еще вот все эти мифы вокруг него. И тогда получается, что кто угодно, кроме меня. Да, и я тогда, ну, какой-то бессильный, слабый, маленький, да, вот весь такой, что ручки у меня маленькие, ножки маленькие, головушка у меня что-то не очень. Вот. И заботиться о себе я не могу. И, вот, если собрать эти обстоятельства вместе, то обнаружится, что, ну, начинать-то надо с того, что учиться обращать на себя внимание с уважением и интересом. Да? И в эту сторону, ну, есть такое, можно назвать это упражнение, да, которое я люблю давать своим клиентам, оно состоит из трех вопросов, да, и мы договариваемся даже, что в течение дня клиент будет эти вопросы себе задавать и будет вот двигаться в эту сторону и обнаруживать их. Какие это вопросы? Первое, что со мной происходит? Да, вот в тех обстоятельствах, в тех условиях, в которых я нахожусь, что со мной происходит? Что сюда входит? Это попытаться заметить свои ощущения. Ну, например, заметить, что нога как-то неудобно стоит, или там спина затекла, да, или там еще что-то, или голова болит, или, не знаю, голоден, или пить давно хочешь и не замечаешь это, да, вот свои ощущения обнаружить. Следующее, это, ну, так, именно как-то наблюдательно описать, какие у тебя сейчас мысли в связи с этим, в этих обстоятельствах, в связи с этими ощущениями, ну, например, там, как же я устал, или там, ой, как хорошо, да, но все-таки эти мысли, они есть, они сопровождают вот этот процесс. и вот, когда мы обнаружим ощущения и мысли, можно попробовать заметить, а что же я чувствую? Я сейчас удовлетворен, я рад, или я огорчен, или я грущен, или я устал, да? А что я хочу тоже в этот путь входит? Я хочу, это следующий кусочек, оно сюда пока не входит, да, то есть, вот этот первый вопрос, что со мной происходит в тех условиях, обстоятельствах, в которых я нахожусь, да? обнаружили ощущения, услышали мысли, заметили их, почувствовали себя. Второй вопрос, в чем я в связи с этим нуждаюсь? Да, вот здесь вот мы как раз, ну, хочу, не хочу, оно такое, как более, какое-то утилитарное, что ли, его как-то очень часто воспринимают, ну, вот. Как каприз? Да, вот, что я хочу, ну, пить хочу, не знаю, там, выйти хочу, там, ну, как-то вот так. А вот если сформулировать это чуть хитрее, и немножко здесь, ну, так, обойти именно значение слова хочу, да, и все ровно в ту же сторону, но только нуждаюсь, ну, потому что хочу, нуждаюсь, оно разное, как бы, как раз, разную окраску имеют, да, но по сути они про то, что внутри тебя требует твоего внимания, да, в чем я сейчас нуждаюсь в связи с тем, что я обнаружил, что со мной происходит. и вот здесь есть такая возможность как раз узнать о том, что важное я сейчас игнорирую, что важное я сейчас не замечаю по разным обстоятельствам. Я там увлечен, не знаю, написанием какой-нибудь статьи, не знаю, чего еще. Я что-то делаю важное, я там, не знаю, за ребенком ухаживаю, да, и не замечаю, что я голодна, да, и тогда вот эту важность обнаружив, заметив, да, в чем я сейчас нуждаюсь, третий вопрос, как я могу о себе позаботиться, как я могу организовать себе то, в чем я нуждаюсь, да, и здесь вот этими, вот этим вопросом мы возвращаем себе власть и ответственность, да, сделать себе хорошо. перестаем ожидать от других? Да, да, мы начинаем замечать, что, ну вот, моя нужда, да, я ее испытываю внутри себя, да, и вообще-то у меня есть руки достаточно большие, ноги достаточно крепкие, голова достаточно умная, чтобы сделать себе хорошо, и тогда, ну, возникает возможность, ну, например, остановить неприятный разговор, да, и сказать, извините, но в таком тоне со мной разговаривать не надо, ну, тогда есть возможность, например, поделиться радостью, позвонить друзьям, встретиться, что-то обсудить, или огорчиться, и опять же разделить это с кем-то, получить от него поддержку, вот эти три вопроса, они, на мой взгляд, как раз ведут нас к тому, чтобы поддерживать свое желание жить, поддерживать свой источник огня, света изнутри. Будь автором своего желания жить. У меня еще на вашей мастерской удивила, потрясла идея про то, что гасит наше желание жить, это жить большими целями. Я вот, когда думала, думаю, что действительно, вот, есть объективный фактор, что нас сейчас все как будто бы в эти большие цели толкают, там, делай иксы в прибыли, там, любить так королеву, зарабатывать так миллиард долларов, вот, и как бы, что, как бы, все как бы содействует тому, чтобы ты жил большими целями. А как это работает в плане того, что ты теряешь вместе с, принимая эти, да, правила, что ты теряешь желание жить вместе с этим? Понимаете, какая штука интересная происходит, Катя? Вот, наблюдаю за такой интересной вещью с клиентами вместе, ну, вроде бы, большая цель должна вдохновить. Ну, типа, говорят же, мечту придумай, чтобы... Да. А на деле получается, что большая цель становится такой, плитой бетонной, которая давит на тебя. Ну, что я подозреваю, да, и что я обнаруживаю, когда с этим работаю. это похоже на то, как мы сравниваем себя с другими людьми, не вдохновляемся, а начинаем себя обесценивать, наказывать, осуждать, критиковать не здоровым образом, да, каким-то разрушающим, да. И вот здесь происходит ровно то же самое. да, вот эта большая цель, она становится тем, чем я себя каждый день начинаю бить, да, словами, мыслями, там, оценками, чем угодно. и вместо того, чтобы строить лестницу к этой большой цели, из вот этих вот маленьких дел, поступков, да, которые туда приведут, я, получается, себя каждый день этой большой целью бью. Да, вот проснулся, и ты еще, я не знаю, не зарабатываешь. А ты под плитой сразу. Да, ну и все, и встать, и что-то делать в сторону зарабатывания денег или какого-то, не знаю, продвижения себя, там, получения признания от людей, там, реализации какого-то своего таланта, умения становится невозможным. Да. И тогда, ну, стоит, опять же, посмотреть на себя с уважением и интересом. Вот эта формула смотреть на себя с уважением и интересом. Я так специально это говорю, потому что на всех группах, на всех сессиях с клиентами, на всех, не знаю, лекциях, семинарах и так далее, где я все время говорю об этом. Смотреть на себя с уважением и интересом, да. и вот это движение к большой цели возможно, если ты признаешь ценность каждого своего вклада, каждого маленького своего вклада, что движение к большой цели, оно предполагает ну, сто тысяч маленьких, да, и вот видеть эти маленькие шажочки, видеть эти маленькие ступенечки на этапе, на пути, да, искусством, искусством жить, искусством жить хорошо, с удовольствием, да, именно этим занимаемся с клиентами, когда вот работаем и пытаемся замечать, замечать и замечать, что хорошего сделано, что может быть не удалось, но принесло какой-то важный опыт, и тогда большая цель становится вдохновением, но для этого надо научиться уважать себя, даже за маленькие, да, даже за маленькие движения в сторону большой цели. Что еще? Может быть есть какие-то нестандартные истории клиентские, где можно черпать это желание жить, помимо саморефлексии, вот этого взгляда изнутри самоуважения, какие-то, может быть, еще есть способы, векторы, куда направить внимание? Я думаю, что придется обращать внимание на что есть в мире. Придется идти наружу и искать, пробовать и искать разные места, разные дела, людей для того, чтобы, выражаясь словами, опять же, моего любимого слова, полонила дзынькла, да, вот, дзынькнет, не дзынькнет, да, и тогда что делать? Пробовать разные-разные дела, да, сходить, поиграть в какую-нибудь игру, или я, например, часто людям, которые спрашивают, где найти интересных людей, я говорю, сходите в киноклуб, да, и посмотрите фильм, и обсудите его, вот, что еще можно? Можно искать как раз такие дела, которые есть у тебя, ну, прямо под рукой выходить гулять, да, делать себе что-то приятное прямо здесь и прямо сейчас, ну, например, заметить, что ты, например, не знаю, давно полынемил, да, и вдруг от этого тебе полегчает, или у тебя вспомнится, что ты любил раскрашивать, да, и тогда идти в магазин покупать себе раскраску, карандаши, фломастеры и раскрашивать, да, и, ну, искать эти дела, где ты вот обретешь это ощущение удовольствия, наслаждения, такого энергии, да, да, такого ответа от деятельности, что она дает тебе ощущение приятное. Это может быть даже случайно произойти, я вот буквально недавно случайно обнаружила один из способов поднять у себя вот этот уровень энергии, какой-то драйва вот этого жизненного, совершенно случайно листаю ленту, наткнулась на какого-то исполнителя, который матерные частушки Самара Городок поет минут 30, и я включила, как бы, то есть, как психолог, я понимаю, как это работает, табуированная лексика, да, это как подключение к теневой части, а там очень много энергии, короче, я послушала такое чувство, наверное, для этого матерные частушки были изобретены, чтобы поднимать уровень энергетики. Конечно, конечно, ну, потому что это же связано еще и с каким-то таким разрядкой эмоциональной, потому что в этих матерных словах в них же такая энергия, ярко. Просто так не используют, это там чувствами связано, серьезно. Иногда, ну, иногда без матерей не скажешь, точно и ярко, не выкинешь. Да, поэтому вот искать точно способы, от которых тебя торкнет, дзынькнет, попрет, какие угодно, здесь можно слова подбирать, искать, искать эти встречи с собой, где, в каком действии, в каких занятиях произойдет эта встреча с собой. Для этого нужно заинтересоваться миром. И чуть-чуть собой. Да, да, я думаю, так вот сбалансировать, да, интерес к миру, интерес к себе, и что-то в этом месте родиться. И мы каждого эксперта приглашаем с нашими зрителями поделиться еще вообще какими-то своими рекомендациями по фильмам, по книгам, куда еще можно свой взор обратить, чтобы еще больше и глубже понять тему. И у меня с собой книга, это Нарине Абгарян, «С неба упали три яблока», это роман, который открывает эту книгу, здесь сборник, три романа, но вот я взяла ее для того, чтобы рассказать об этом, о романе с неба упали три яблока. Вообще, ну вот, если открыть и прочитать начало, то, Катя, вы поймете, как бы, в связи с чем я ее принесла. В пятницу, сразу после полудня, когда солнце, перевалившись через зенит, чинно покатилась к западному краю долины, Сиваянс Анатолия легла помирать. Интригует. Да. Ну, и дальше этот роман рассказывает о том, как вернуть себе это самое желание жить, этот огонь жизни. И, мне кажется, автор очень красиво, очень деликатно, если говорить моим психологическим, гештальтистским языком, феноменологично описывает жизнь людей. И в простых, в очень простой жизни, в очень незатейливой жизни обнаруживается много любви, много интереса, много волшебства именно жизни. В том, что рядом с тобой есть люди, которые хотят, чтобы ты жил. Да. И им не все равно, как ты живешь. И если ты найдешь в себе силы с ними связаться, то как раз вот в этот момент происходит волшебство жизни. Люди откликаются, ты с ними связываешься, и твой огонь жизни начинает гонеть с новой силой. Спасибо большое за этот вдохновляющий разговор. Хочется верить, что и у зрителей стало больше авторской позиции по отношению к своему желанию жить. А следующая наша встреча будет посвящена синдрому дефицита внимания. Что это такое, как это диагностировать и как скомпенсировать? Обсудим. До встречи. Субтитры сделал DimaTorzok